Конечно, определенные трудности в том, что большая загрузка, потому что, будем так говорить, а самая большая трудность, это, наверное, то, что сезон непрерывен. То есть у нас нет выходных, нет отпусков. Почему? Потому что заканчивается шоссейный сезон, начинается трековый, заканчивается трековый, там параллельно ему идет МТБ, БМХ, потом начинается вновь шоссейный. То есть это круглогодичный цикл подготовки. И самой главной трудностью во всем этом, наверное, можно назвать только то, что момента для того, чтобы расслабиться, нет. Это доменная печь. Останавливать ее нельзя. Значит ли это, что процесс формирования команды тоже идет непрерывно? Ну, фактически мы постоянно кого-то добираем, постоянно у нас, в принципе, персонал у нас достаточно стабильный, все, здесь ничего не меняется. По гонщикам мы всегда смотрим что-то, стараемся добирать в течение сезона. Это очень важно для спортсменов, потому что они всегда знают, что двери открыты, начинаешь показывать хорошие стабильные результаты, тебя могут вызвать. Следующий сезон олимпийский. Какая задача? Ну, как вы сейчас сами сказали, главная задача – это олимпиада. Естественно, главная задача – это олимпийские игры в Рио. Все, все программы подготовки, все условия делаются только для этой главной цели. Это главное спортивное событие четырехлетия. Здесь я никакой новости для вас не говорю, поэтому все будет устроено именно в Бразилию. Как финансируется команда? Спонсорский пакет? Ну, на сегодня мы по-прежнему с прежними нашими спонсорами – Федерация велоспорта во главе с ее президентом Игорем Викторовичем Макаровым. На следующий сезон 2016 года у нас приходит новый титульный спонсор – это крупнейшая российская компания «Газпром». Но вот что касается позавчерашнего интервью Куксона, президента Международного союза велосипедистов, он говорит, что если страна хочет чего-то добиваться большого, значительного, то нужна и государственная поддержка. Как у вас с этим? Да, здесь я хочу сказать особые слова благодарности и Федерации велосипедного спорта, и Министерству спорта, и Олимпийскому комитету России. То есть государственная поддержка вот в этом плане у нас есть. Нам помогают с проведением учебно-тренировочных мероприятий, помогают с участием в гонках, кое-где с инвентарем, особенно в трековом направлении. Здесь, возможно, Куксона также говорила о том, что нужна и важна поддержка государственных больших крупных компаний, потому что вид спорта очень дорогостоящий велоспорт. Это другой уже аспект. Но вот что касается именно господдержки со стороны Минспорта, это у нас есть. Мы довольны. Спасибо огромное, Виталий Леонидович Чемутко. За кем бы вы посоветовали болельщикам наблюдать в этом сезоне, в наступающем? По-прежнему у нас очень сильное спринтерское звено, я сейчас говорю о трековом направлении. Это наши девчонки Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев, безусловно. Это что касается спринта. Затем темповая наша группа, которую мы пополнили. Кирилл Свешников, Виктор Монаков и те ребята, которые у нас уже были. Это Серов, Ершов, Ертушенко и Курбатов. Это что касается трека, мы здесь готовимся к Рио. На шоссе, внимание на Майкина, внимание на Овечкина и на, я думаю, что новое наше приобретение, это Евгений Шолунов. Человек, который, я думаю, способен на многое. Ну а что касается гран-туров, здесь как за Росвело нам следить? Работаем. Такое, в общем, у меня есть какая-то информация, что в принципе Союз Велосипедистов готов вам даже Вилдкад предоставлять, да? Ну, Вилдкад предоставляет, на самом деле, организаторы соревнований. Я надеюсь, что они будут в этом году к нам благосклонны. По крайней мере, мы для этого все возможное делаем. Задача? Задача показать себя как боевая команда, которая способна влиять на ход гонки. Здесь даже не столько задача что-то там грандиозное выиграть и так далее. Это рост класса, уровня наших спортсменов и демонстрация боевого духа. Вот на гонках категории мирового тура это, наверное, первое для проконтинентальных команд. Как будете взаимодействовать с командой «Катюша»? Будем воевать. Все-таки это спорт. Мы, команды, разные команды. У нас, естественно, соперничество. Это первое. Спасибо. Удачи.